Девушки отдыхают 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 Говорят, крестьяне с голоду поплыли на Коломницу просить еды. И их там перебили. Ты поможешь мне снять это проклятие? Я знаю, ты и в таких вещах мастер. Очень тебя прошу. Почему для тебя это так важно? Не для меня, а для местных мужиков. Расколдуйте остров, барыня, вы же такая могучая колдунья. Пристали, покоя не дают. И что? Мне казалось, ты не особенно считаешься с местными. Ты же такая могучая колдунья. Если я не сниму проклятие, они могут решить, что не такая уж и могучая, чтобы рисковать и прятать меня от охотников за колдуньями. Не думала, что тебя настолько заботит чужое мнение и собственная репутация. Слушай, я не для того забралась в этот медвежий угол, чтобы так нелепо попасться к какому-нибудь хаму с траурной каймой под ногтями. Так значит, крестьяне приплыли на остров за едой, а властитель приказал их перебить? В деревне, говорят, он их отравил. Какой симпатичный правитель. Я с ним не встречалась, но чародей с острова рассказывал о нем. И по рассказам Сират не показался мне таким уж жестоким. На острове жил чародей? Ты его знала? Что с ним стало? Мы были друзьями. Он погиб вместе с остальными. Там почти никто не уцелел. А те, кому удалось сбежать с острова, позже умерли в мучениях. Но не думаю, что это был яд. Я тебе помогу. Я знала, что это дело тебя заинтересует. Тебе, разумеется, придется сплавать на коломницу. Я счастлив. И что мне там делать? Сперва установи контакт с духами, которые блуждают по острову. Возможно, они подскажут, как найти источник проклятия. Думаешь, они окажутся настолько общительными? Да, если ты возьмешь мой магический светильник. Потом можешь оставить его себе. В награду. Ты сам увидишь, вещица эта весьма полезная. Может, ты просто сплаваешь со мной? Я уже пыталась пробраться на коломницу. Но магия проклятия слишком сильна, у меня чуть голова не раскололась. И поэтому ты посылаешь туда меня? У тебя просто задрожит медальон, а у меня кровь хлынула носом. В Эритузе меня учили распознавать тончайшие колебания магии. А это было как ударки с тенем. Ладно, не оправдывайся. Можешь взять мою лодку? Я оставила ее на берегу, рядом с деревней. Думаю, она до сих пор там. Если только не сгнила, как и все в этих краях. Как действует светильник? Берешь и светишь, или нужна какая-то магия? Просто поставь его в месте, где лежат кости, и услышишь шепот. Только это... Не всегда приятно. Могу представить. Я потом тебе все расскажу, исключая шокирующие подробности. Тебе не придется ничего рассказывать. Я дам тебе ксеновокс. Он позволит нам общаться на расстоянии. Ты будешь описывать, что видишь, а я смогу подсказать, что делать и на что обращать внимание. Никогда не слышал о ксеновоксах. Это примерно то же, что и мегаскоп, но гораздо удобнее. Просто говорящая магическая коробочка. Его сложно сделать? Очень. Поэтому они настолько редкие. Я бы точно не сумела соорудить ничего подобного. То есть ты не думаешь, что в ближайшем будущем каждый чародей заведет себе по ксеновоксу? Очень в этом сомневаюсь. Откуда у тебя ксеновокс? Я нашла его в шахте вместе со светильником. Сначала я подумала, что это часть светильника, и только потом поняла, что попало мне в руки. То есть он принадлежал эльфскому чародею? Да. Я и не знала, что эльфы пользуются такими вещами. Скажешь еще что-нибудь полезное? Пожалуй, нет. Ну, иди уже. Мне страшно интересно, что ты узнаешь на Коломнице. Так что потом обязательно ко мне загляни. И... Геральт. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Теперь помедленнее. Теперь помедленнее. На, пошла. Плотва не так быстро. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Геральт, ты слышишь меня? Дмитрий, как у тебя дела? Я почти на месте. Прекрасно. Тогда я вызову тебя попозже. Погоди, этот Ксенологс, я-то смогу тебя вызвать? Он работает в одну сторону. Доверься моей женской интуиции. Чему? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Геральт, ты уже на острове? Ксенологс работает? Ты меня слышишь? Что? Не слышу. Ну вот, уже сломалась. Недолго продержалась эта магия. Что? Я тебя не слышу. Будь очень остров. Будь очень остров. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Где ты? Ты уже дошел до лаборатории наверху башни? Я на последнем этаже, но лаборатории здесь нет. Значит, на самый верх ты еще не добрался. Поищи какой-нибудь проход. Кажется, здесь что-то таскали по полу. Точнее, передвигали от одной стены к другой. Где-то лаборатория. Кстати, отличная. Эксперименты на людях. Во времена Капитула им бы это с рук не сошло. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Тут опасно. Никто не должен приплывать на этот остров. И я тоже хочу отсюда уйти. Похоже, на этого человека напало какое-то чудовище. Совсем недавно. Кто еще живет в этой башне? Не знаю. Здесь столько призраков. Я слышу, как они шепчут по ночам. Я имею в виду не призраков, а чудовище, которое здесь обитает. Может, ты что-то видела? Не знаю. Ничего не знаю. Зачем ты расспрашиваешь меня про такие вещи? Ты должен спасти меня, а не мучить. Ты можешь общаться с другими призраками на острове? Нет. Я здесь совсем одна. Другие духи убегают от меня. Я не знаю, почему. Ты меня не боишься? Я часто имею дело с духами. Хотя должен признать, что ты другая. Как я могу тебе помочь? Меня связывает проклятие, рожденное ненавистью. Преодолеть ее может только сила любви, но... Кто сможет полюбить призрака? А твой любимый, о котором ты говорила, его тоже нет в живых? Грахам? Нет, он жив. Я бы узнала, если бы он умер. Но он меня бросил и сбежал. Оставил меня одну. Возможно, если ты простишь его, проклятие потеряет силу. И весь остров очистится. Кто-то он возлюбленный. Сын какого-нибудь дворянина? Нет. Он бедный рыбак. Поэтому мой отец не хотел, чтобы мы были вместе. Я так по нему тоскою. Ночью я выхожу на берег острова и смотрю в сторону деревни. Помнит ли он обо мне? Ты говорила, что не можешь выйти из башни. Разве? Тебе должно быть показалось. Мне не показалось. Я... Я и сама не знаю. Все это как кошмарный сон. Я думаю, что проклятие завязано на тебя. Твоя аура гораздо сильнее, чем у других духов на острове. Мой медальон дрожит с самого начала нашего разговора. Не знаю, о чем ты. Но ты же разбираешься в таких вещах. Наверное, ты прав. Я чувствую, что моя судьба связана с островом. Может, потому что я наследница этих земель. Проклятие может опираться на связь крови и почвы. В таком случае, чтобы освободить остров. Тебе будет достаточно простить Грахама. Я... Любила его. Я готова его простить. Но хочу убедиться, что он жалеет о том, что сделал. Отнеси ему мои кости. Пусть он меня похоронит. Это будет наше прощание. Ты поговоришь с ним? Сделаешь это для меня? Я надеюсь, что смогу тебе помочь. Но сперва мне надо осмотреться. Что ты хочешь здесь разглядывать? В этой башне только кости и крысы. Не оставляй меня с ними. Я обязательно вернусь к тебе. Хорошо. Но не заставляй меня ждать слишком долго. Хорошо, ладно. Надо смотреть. Давай опять тебе. Давай. Продолжение следует...